Это, наверное, еще начались разговоры, когда у нас была игра за крон против Спартака, когда я еще играл в кубке. Вот тогда еще начались разговоры, меня спросили, как я отношусь к этому. Я дал свой ответ, потом поехал в крылья, начал там сезон. Первую игру, кстати, я вообще даже не вышел на замену. Вот, но потом там были травмы, начал играть, ну травмы не у меня, начал играть, вот, и начались все слухи вот эти, разговоры, вот. Ну и потом уже как появился вариант такой, что именно вот перейти, я дал свое согласие, и дальше, ну агент над этим работал, вот и получилось все. Ну, с Сережей Пеняевым знаком, мы с ним вместе, ну, в одном интернате, как росли, можно сказать. Потом с Сарой, ну, на сборы, когда я приезжал в крылья, он был там, с кем еще, ну, наверное, все. Ну, а так с другими на поле пересекались. Ну, я считаю, что мне всегда везет на коллектив, на ветеранов, там, на всех игроков, поэтому у меня вообще нет проблем, все по-доброму, там, шутки, подколы. Ну, иногда могут, конечно, напихать, но я считаю, это все по делу. Да-да, в крыльях постоянно были, то, что голден бой, голден бой, за что, вот, ну, все по-доброму. Ну, как отношусь, да никак. Не то, чтобы как должное, конечно, чуть-чуть приятно, что моя работа не проходит даром, вот, и люди замечают, но особо так в облаках не летаю. Ну, именно равняюсь, прям, нет, наверное, таких нету, когда в детстве, когда был, ну, маленький, поменьше, смотрел игру Месси, вот, а именно вот равняться, чтобы нет, хочется быть самим собой. 14-й, ну, первое, я под ним начинал играть в Матищах, потом в крыльях, там, Саша Коваленко ушел, он освободился, я его взял, и тут тоже свободный номер, подумал, почему бы нет, и решил взять его. Да, мне кажется, очень много времени, хотя мне, вот, больше нравится, там, погулять с кем-нибудь, с друзьями, поразговаривать, но, порой, не бывает такой возможности, приходится просто залипать в телефоны. Да, у меня и ноутбук есть, и PlayStation, ну, я не прям такой игроман, вот, ну, иногда могу, там, опять же, с друзьями провести время так. Ну, а во что играешь? Ну, в Counter-Strike и в FIFA. Ну, так, чтобы надо, что-то риф. Не-не-не, такого нет, наоборот, там, друзья бывают, предлагают, давай на ночь останемся в Compact, говорю, не, не могу так. Из последнего, наверное, беспринципный смотрел, а так, сериал посоветовал бы «Побег», фильм, «Легенда номер 17». Да, я вообще меломан могу все, что угодно слушать. Например? Ты не знаю, могу в Инстасанку, там, слушать, могу на Ваехово и слушать. Вот, ну, если там понравилась песня, то добавляю к себе. Да, я в Питере, когда один жил, готовил. Ну, мне мама объясняла, как, там, готовить блюдо, готовил. Мне нравится готовить, на самом деле. Не, почему я солянку там готовил, вкус получалось. Да ладно. Угу. Ну, то есть ты из тех, кто может, да, что-то принесли? Ну, да, мне нравится готовить, интересно. Ну, вот, солянка. Ну, вкусно получилось. Ну, могу, я стейки там жарил. Что еще? Ну, я так не помню, но могу, да, приготовить. Ну, это интересно, мне нравится. Ну, солянка. Ну, там мясо много, колбасы. Не люблю окрошку. Не на классе, не кефир? Не, я вообще не ем, я как-то в детстве переел ее и все, и сейчас вообще не могу есть ее. Может, теннис большой, ну, и настольник тоже, ну, большой вот. Сколько, когда вот в Питере жил, попробовал, первый раз понравилось. Вот, снимали там с пацанами корт, играли. Смотреть. Ну, в хоккее там шайбу не видно. А, ну, баскетбол может быть, кстати, баскетбол, наверное. Смотрели? Ну, не то, что смотрели, ну, в Самаре есть местная команда, мы ходили на их игру. Вот, баскетбол называл. Ну, наверное, высоты, ну, не когда там в квартире на 20-м этаже находишься. А вот если там на краю где-то стоять, ну, или, может, на балконе так опереться. Вот, а так, наверное, нет. Аэрофобия, летать. Ну, раньше боялся, сейчас уже, ну, часто летаю и нет, нету. Ну, я видео посмотрел там всякие в Ютубе, что это самый безопасный вид транспорта, вот, и так успокоился, и все нормально. Ну, если я где-то путешествовал, это было со сборными, ну, юношескими, вот, а там примерно все одинаково, отель, поля. Вот, поэтому не назвал бы прям, понравилось, потому что отдыхать именно ездить. Ездил я только в Турцию, в Египте, но я тогда был очень маленьким. Сейчас мы с пацанами ездили отдыхать в Волгодонск, это Ростовская область, ну, Ростов-на-Дону, вот, ну, там прикольно. Такая, ну, это южный город, хорошая атмосфера, мы там с братом выросли, вот, наверное, вот этот город. На самом деле, без разницы, куда ехать, главное, с кем ехать, поэтому без разницы, главное, чтобы с пацанами. Ну, в детстве, кстати, мы с братом рыбачили, нам папа давал по удочке, и там, кто больше рыбы наводит, он там 500 рублей давал. Вот, ну, нравилось в детстве, да и сейчас бы порыбачил, на самом деле. Достоинство, наверное, доброта, честность к людям, недостаток, недостаток, не знаю, как его назвать. Так много просто. Говори, не любили. Да нет, я не знаю, как его недостаток назвать, честно. Пусть кто-нибудь другой назовет. Вот эта прическа растрепанная моя. Постоянно, когда на поле, там, постоянно волосы строгают, не знаю, привычка, может, такая. Ну, вспылить на поле, наверное, какой-нибудь момент, когда там судья может пенальти не поставить. Или там фол какой-нибудь не увидит, вспылить, заплакать. Ну, вот, когда с Акроном вылетели из Кубка от Краснодара, вот, было близко к этому, но все, не заплакал. Вот, рассмешить, ну, с друзьями мы часто смеемся, очень много смеемся. А, ну, маме я вот айфон подарил. Обрадовалась, говори? Ну, да, да, обрадовалась. Ну, она так, особо в телефонах не понимает, но говорит, что ей, там, знакомые, все говорят, что это самый, там, крутой телефон, она рада очень. Ну, блин, да, я не знаю. Так, все так поменяться может. Кем именно хотел бы себя видеть? Ну, каким-нибудь успешным человеком. Успешным человеком, там, в какой-то сфере. Продолжение следует...